сейчас я вам расскажу что будет в новой серии сериала полнолуние не забудьте поставить лайк нашему видео в конце последней серии демет вырвалась из-под давления мужа и сначала пошла в дом своей сестры денис когда он не смог найти его дома он пошел в дом фирита хотя она полна решимости рассказать все хакан звонит ей и шантажирует говоря что он убил тахира демет вынуждена хранить молчание хакан приходит извиняется перед женой на глазах у всех и забирает ее но на следующий день денис снова идет к сестре и разговаривает с хаканом после разговора назлы становится любопытно узнать о первой любви фирита и она постоянно задает вопросы назлы занимает деньги у ростовщика не сказав об этом фириту взамен он подписывает вексель с другой стороны он начинает искать дополнительную работу чтобы погасить долг он начинает преподавать на кулинарных курсах в тот день был день рождения фирита но торжества мужчина не любил утром он воспринимает разговор назлы с ростовщиком как попытку организовать для нее сюрприз на день рождения он отправляется тарика в кафе и просит его собрать информацию но мужчина выпаливает что у фирита день рождения пока назлы думает какой сюрприз сделать для него она видит в фейсбук фотографию сделанную с друзьями в день рождения фирита 7 лет назад он начинает писать им одно за другим и приглашать на вечеринку по случаю своего дня рождения план хакана шантажировать демет дома похоже на данный момент увенчался успехом по сути это буквально крышки от кастрюль хотя я ненавижу физическое и эмоциональное насилие которое хакан причинил демет это происходит только потому что я не могу терпеть насилие в отношении женщин независимо от того что он делает или какое бы преступление он не совершил кроме того я уже принял что они родственные души и у меня нет ни малейшего чувства жалости к демет судя по всему когда демет увидела на злой ее любовь к фириту не возросла внезапно та же самая демет 7 лет назад по логике что если он не может быть ею то никто не может быть его злые планы вступили в силу и он поймал фирита в ловушку мне есть что сказать апеллин появившийся спустя 7 лет но пока меня интересует только деметский аспект происшествия к жизни только я пока я продолжаю смотреть из его окна ничто из происходящего с ним правильное или неправильное не заставит меня сказать о боже мой это не вызовет ни малейших эмоций кроме этой осуман очень счастлив в доме дениза он занимается деятельностью которая пойдет на пользу денис и не даст ей впасть в депрессию назлы хочет чтобы он вернулся домой но девушка хочет чтобы фирит извинился перед ней конечно фирит не принимает фирит и назлы с каждым днем становятся все ближе друг к другу демет ночью убегает из дома сначала он идет к денизу но мужчина идет к суману и фириту демет приходит туда очень нервная испуганная он говорит что расскажет кое-что о хакане но хакан он связывается со своей женой по телефону дениза и сначала угрожает назлы запереть ее в леднике когда демет отказывается она отправляет фотографию мертвого тахира на свой телефон и рассказывает жене о заговоре который она устроила против него демет в шоке он не может взять себя в руки хакан направился к ним он шантажировал жену чтобы она ничего не сказала слава богу этот эпизод дела об опеке которого мы ждали завершён я думаю что на самом деле дело было решено еще до того как денис вошел в этот зал но поскольку денизу нужно было устроить представление он со своей позицией знающего человека сказал судье булут должен остаться с назлы и фиритом слава богу мы вздохнули с облегчением после его предложения брак назлы и фирита планировался с самого начала чтобы привести булута туда где ему место но несмотря ни на что постоянное проживание булута в этом доме изменит баланс и создаст новый порядок наверное я был слишком оптимистичен я думал что в этом эпизоде мы увидим изменения в этом доме как назлы и фирит борются с притяжением между собой приспосабливаясь к этому порядку но этого не произошло море сильно превысило норму толерантности аудитории на данный момент у него нет никакой роли в этой истории кроме обвинения фирита в том что он контролирует жизни он говорил все что хотел сказать на эту тему снова и снова и мы знаем каждое слово еще до того как он откроет рот вместо того чтобы постоянно повторяться стоит ли нам немного вынести это из поля зрения точно так же то что я сказал справедливо и для сумана неужели стоит отправить их на время в швейцарию чтобы ученые могли тщательно изучить их обоих я слышу возражения которые звучат сейчас основной конфликт разрешен булут со своим дядей назлы и фирит тоже женаты и влюблены друг в друга хотя пока не раскрывают этого нам нужно направить историю в другое русло конечно у меня нет возражений именно поэтому я считаю что хакан и демет правильный подход важна сила ее мужа который до сих пор пользовалась демет и то что он может сделать направив ее на нее как на оружие также очень важно что теперь вышел на свет внутренний психопат это также очень важно что фирит портит игры хакана я пытаюсь сказать что если море не может быть движущей силой в этом конфликте как это кажется сейчас ему следует держаться немного дальше еще один узел завязался когда назлы попыталась получить деньги от ростовщика в обмен на свои долги эта работа также требует много воды я даже могу ожидать что в будущем этот инцидент будет связан с хаканом мое единственное возражение касается начала инцидента назлы не хочет просить у фирита деньги из чувства гордости я это понимаю но как может такой бизнесмен как фирит аслан не изучить финансовое положение бизнеса в котором он это 50 процентный партнер разве назлы бухгалтер ресторана такого уровня не настолько хороша что ведет учет в продуктовой книге и пытается сбалансировать долги и расходы как фирит аслан у которого есть предложение дизайнера интерьера даже по отделке упускает такой важный момент конечно главный субъект которому долгое время не уделяли внимание в центре всех событий это будут невозможно чтобы ребенок который живет с хаканом и демет даже на какое-то время не пострадал от этой ситуации как эмоционально так и поведенчески заявляя что он думает о своем благополучии его дядя денис выполнил свой долг совести отвез булутов фирит и вывел ребенка из зоны покрытия на этом наше видео полнолуние закончилось не забудьте подписаться на мой канал увидимся в следующих видео пока